Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Блаженство сие относится к обрезанию или к необрезанию? Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезанию или до обрезания? Авраам стал праведным в 15 главе книги Бытия за 450 лет до появления закона. Лишь через несколько глав до этого Бог говорит с ним о завете обрезания. Он не говорил с Авраамом о завете обрезания до 17 главы Бытия. Авраам стал праведным, будучи необрезанным. А теперь смотрите. И знак обрезания он получил, как печать праведности через веру, которую имел вне обрезания. так что он стал отцом всех верующих вне обрезания, чтобы и им вменилась праведность. И отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он вне обрезания. Ибо незаконом даровано Аврааму, или семени его обетования, быть наследником мира, но праведностью веры. Откройте 17 главу книги Бытия. Авраам не стал праведным, потому что обрезался. Он стал праведным по вере еще до обрезания. Обрезание не было той причиной, по которой он стал праведным. Бытие 17 глава. Давайте начнем читать с 9 стиха. «И сказал Бог Авраам, «Ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды их. Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мною и между вами, и между потомками твоими после тебя. Да будет у вас обрезан весь мужеский пол, обрезывайте крайнюю плоть вашу, и сие будет знаменем завета между мною и вами». Знамение — это знак, который говорит о том, что вы в завете с Богом. Точно так же, радуга является знаком Божьего обещания больше не уничтожать землю потопом. Обрезание — это знак или знамение завета. 12 стих. «Восьми дней от рождения, да будет обрезан у вас в роды ваши всякие младенец мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени. Непременно, да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет мой на теле вашим заветом вечным. Не обрезанный же мужеского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа-то из народа своего, ибо он нарушил завет мой». Видите, что происходило тогда? «Истребится душа-то из народа своего, ибо он нарушил завет мой». Но при новом завете, при завете благодати, не так. Обрезаны вы или нет, не имеет значения. Вы праведны благодаря вере, а не обрезанию. Я задумался вот о чем. Интересно, что Бог повелел делать обрезание в такой особой области. Эту область никто видеть не может, и потому человек не может хвалиться. Он не может сказать, «Посмотри-ка, что я сделал». Вам понятно, о чем речь? И это про образ будущего. Однако Авраам был сделан праведным не по причине обрезания. Писание говорит, «Неважно, обрезаны вы или не обрезаны, вы можете стать праведными перед Богом». Хорошо, смотрите. Вернемся к 4 главе послания к римлянам. Итак. «Ибо незаконом даровано Аврааму или семени его обетование, быть наследником мира. Это обетование дано незаконом, но праведностью веры». Знаете, что Бог старается сделать? Он старается донести до нас, что мы наследники мира. Наследники мира. Наследники мира. Скажите, «Я наследник мира». Скажите, «Я праведен перед Богом». Наследник мира. Боже милостивый. Слушайте дальше. «Если утверждающийся на законе суть наследники, если те, кто исполняет все правила, наследники, если те, кто ведет себя идеально и совершенно, наследники, Если те, кто делает хорошие, хорошие дела — наследники Если те, кто святее всех — наследники То тщетна вера, бездейственно обетование Я сказал довольно жестко Если то, что вы… просто подумайте об этом Если то, что вы святые Давайте покажу вам, насколько религия все запутала Если вы думаете так, я святой, следовательно, я наследник мира То святость не является корнем вашего спасения Святость — это плод вашего спасения Вы поняли, что я только что сказал? Святость, и я вам это докажу Я не делаю необоснованные заявления Святость — это не корень вашего спасения Это плод вашего спасения В 12 главе послания к евреям сказано Старайтесь иметь мир со всеми и святость Без которой никто не увидит Господа Иначе говоря, без святости никто не увидит Господа И знаете, в своей жизни и в церкви Мы изо всех сил старались быть святыми Потому что иначе мы не увидим Господа Всю свою жизнь я думал Я знаю, что говорит Писание Без святости я не увижу Господа Но не знаю, как это работает У меня получается лучше И я знаю немало людей, у которых дела обстоят хуже И это — повод для самоправедности Но как это вообще работает? Кто-нибудь вообще увидит Господа? Можно проповедовать Будьте святы, а то не увидите Господа Говорю ли я не быть святыми? Нет Но вот что я говорю Ваша святость не то, что определит Увидите вы Господа или нет Спасены вы или нет Вот что определит Увидите ли вы Господа, а не ваша святость Я позволю вам побыть в недоумении Точно так же, как это было и со мной А затем я покажу вам, что имею в виду под всем этим Я думал, что ты должен быть святым, чтобы увидеть Господа Мы поем песню о том, что ты должен быть святым, чтобы увидеть Господа Есть целая серия проповедей о том, что ты должен быть святым, чтобы увидеть Господа. На самом деле, ты должен быть рождённым свыше, чтобы увидеть Господа. После того, как вы родились выше, мы надеемся, что увидим святость, как плод вашей жизни. Откуда я это взял? Давайте прочтём. Послание к евреям, 12 глава, 5 стих. Мы не всегда можем познать пути Господа, они бывают непонятны. Давайте просто прочтём Библию. Вот что я вам скажу. Один парень был вовлечён в самые разные грехи. Он свидетельствовал другому парню и недоумевал, почему этот другой парень не желал быть рождённым свыше. Женатый мужчина свидетельствовал своему другу, а друг этот знал, что тот совершает прелюбодеяние. Первый человек недоумевал, почему я не могу приобрести его для Господа. Мы вернёмся к этим двум иллюстрациям. А пока прочтём из Писания. Пятый стих. И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне, и не унывай, когда Он обличает тебя. Наказание Господне также означает ободрение и направление вашей жизни. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьёт же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаётесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то они гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Бог направляет нас, старается говорить с нами, старается руководить нами и вести нас в том, что касается нашего поведения, показывает нам, как нам реагировать, чтобы нам иметь участие в святости Его. Дальше. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Но после наученным через него доставляют мирный плод праведности. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось. Ходите прямо ногами вашими, ходите прямыми путями, чтобы когда вы встретите того, кто не ходит ими, он не совратился из-за того, что вы не ходите прямыми путями. Речь идет о свидетельстве, не так ли? Все это видят? А лучше исправилось. Старайтесь иметь мир со всеми. Он говорит о вашем свидетельстве, верно? И святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Так о чем это? Автор послания говорит, «Друг, следи за тем, чтобы жить свою жизнь правильно, живи правильно. Пусть твое свидетельство демонстрирует то, что ты проповедуешь. Старайся иметь мир со всеми людьми». Люди будут это видеть. Старайся иметь святость. Потому что если люди не будут видеть в твоей жизни святость, не будут видеть мир, правильное поведение, никто не увидит Господа, если ты будешь ходить кривыми путями. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Это не значит, что человек не увидит Господа из-за того, что он не святой. Это значит, что люди не увидят Господа в этом человеке, если не увидят в нем святость. Я живу свято не для того, чтобы быть принятым Богом. Бог уже принял меня без моих собственных дел. Я живу свято, потому что не хочу, чтобы мое сердце осуждало меня. Я живу свято, чтобы мне не быть наполненным виной и осуждением. Я живу свято, потому что Бог любит меня. Я хочу жить свято, чтобы любить Его и не думать, что Он не любит меня. Я хочу не грешить не для того, чтобы произвести впечатление на Бога. Я хочу не грешить, чтобы мой грех не давил на меня и не заставлял меня сомневаться во всех обетованиях Божьих. Святость не является корнем моего спасения. Поскольку я спасен, поскольку я под благодатью Божией, поскольку Бог живет во мне, поскольку все завершенные дела Христа доступны мне, знаете, что теперь? Мои отношения любви с Богом принесут плод святости, потому что мои плоды определяют то, как люди будут реагировать на меня. Поэтому в центре внимания здесь не то, как вы живете. Но автор говорит вот о чем. Ваше свидетельство определит, увидят ли люди Господа или нет. Без святости никто не увидит Господа. Иначе говоря, нас должно очень заботить то, что мы проявляем. Неудивительно, что парень не принял спасение. Увидев, что тот совершает прелюбодеяние, он сказал, «Зачем мне принимать Христа? Вот это и есть спасение?» «Для чего мне принимать спасение?» «Я смотрю на тебя, я наблюдаю за твоим поведением, и ты хочешь, чтобы я принял спасение?» «Я, будучи неспасенным, лучше тебя, спасенного!» А религия постоянно говорит, «Ты должен быть святым, чтобы увидеть Господа». Нет, 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 нет. Что ты должен делать, чтобы увидеть Господа? Верить в Иисуса Христа. Понятно? Люди идут в ад не за грехи, они идут туда за то, что отвергли плату за свои грехи, произведенную драгоценной кровью Иисуса. Но что происходит? Теперь, когда я верю, что праведен перед Богом, правильная вера равна правильной жизни. Я начинаю жить соответственно тому, что я праведен перед Богом. Благодать научит меня, как жить благочестиво, как жить праведно. Благодать научит меня. Многие люди не знают, что это значит. Посмотрите, что Иисус делал для вас. Прочтите 4-5 стихов. «Ты действительно настолько возлюбил меня, что взял все мои грехи на себя? Ты умер, сошел в пылающий ад, прошел через все осуждения, через которые должен был пройти я. Весь суд ты взял на себя. И когда я вознесен буду от земли, весь суд возьму на себя». «Вау! Я знаю, что вы поправите меня. Всех привлеку к себе». Нет, 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 нет. Слова там набраны курсивом. Переводчик не знал, что это значит, и вставил туда свои слова, вместо того, чтобы прочесть контекст. А теперь говорится о суде. Поэтому Иисус сказал, «Когда я вознесен буду от земли, весь суд, предназначенный для людей, возьму на себя». Вы видите, что значит пройти детоксикацию от религии? Ваш дух это знает, но ваш ум твердит, что он говорит. Я такого раньше никогда не слышал. О чем говорит этот человек? А ваш дух в это время, «Это слово от Бога». Бог именно так и говорит, я знаю. Однако религия в вашей голове я хочу нести свидетельство святости. Я не хочу, чтобы кто-то не узнал Бога из-за того, что у меня плохое свидетельство. Господи, помоги нам. Помоги нам жить так, как мы должны жить и делать то, что мы должны делать. И когда мы промахнемся мимо цели, будь милостив к нам. Аминь. Дайте людям причину стать спасенными, чтобы они, посмотрев на вашу жизнь, захотели спастись. 15 стих. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией. чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исаф, за одну снеть отказался от своего первородства. Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. Вы приступили не к горе, осязаемой пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре. Вы приступили не к горе Синай. Это не то место, где мы находимся сейчас. Вы видите, как о благодати Божьей говорится во всем послании к евреям. Здесь говорится, вы больше уже не под законом. Вы приступили не к горе Синай. Это послание звучит во всем Новом Завете. После того, как вы прошли детоксикацию от религии, вы видите благодать повсюду. Вы видите, как Иисус приносит ее и говорит о ней во всех Евангелиях. Вы видите ее сокрыто в Ветхом Завете. Аллилуйя. Аллилуйя. 14 стих. «Если утверждающийся на законе суть наследники, то тщетна вера, бездейственно обетование, ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Я говорю об этом постоянно». Закон был дан не для того, чтобы сделать людей святыми. Закон был дан не для того, чтобы сделать людей праведными. Закон был дан, чтобы положить вас на обе лопатки. Он был дан, чтобы показать вашу несостоятельность, чтобы осудить вас, чтобы сделать вас виновным. Он был дан для того, чтобы показать, что это не лучшее, что давал Бог. Лучшим от Бога всегда был Иисус. Люди приняли решение отвергнуть верность Бога, Его любовь, Его благодать. Они решили быть судимыми на основании собственных заслуг Закон перешел по причине решения людей Апостол говорит Где нет закона, нет и преступления Закон был дан, чтобы обнаружить преступление Без закона Без познания греха Именно через закон пришло познание греха Через закон, познание добра и зла Снова возвращаемся к древу в Эдеме Но где нет закона, нет и преступления Если нет закона, преступления быть не может Если бы не было ограничения скорости Вы могли бы ездить так быстро, как захотите Чтобы преступить закон, он должен существовать Если согласно посланию к Кремлинам 6.14 Мы не под законом, а под благодатью То может ли быть преступление без закона? Здесь все ясно Если нет закона, нет и преступления Это Павел пытался донести людям, а они не понимали Но вы понимаете Вам понятно то, что говорит апостол Где нет закона, нет и преступления Бог судит вас не по закону Он судит вас по вере Что мы только что прочли? Бог не вменяет вам грехов Почему? Потому что он возложил их на тело своего сына Иисуса Там, где нет закона, нет и преступления Я уж точно не буду жить по закону Не буду жить по закону Ветхого Завета Я буду жить по закону, который в моем сердце Я буду жить по совершенному закону свободы Я буду жить по закону Божьему Я буду жить по закону, который в моем сердце Сообразно тому, как будет вести и направлять меня Дух Святой Но я не совершил преступления, если не ходил в церковь каждый раз Я не совершил преступления, если не жил в совершенной святости Нет, нет Дух Божий поможет мне избавиться от этих недостатков Но где нет закона, нет и преступления Если же ваша совесть отягощена грехом, вы скажете О, брат, доллар, что это вы хотите сказать? Если вас грех не интересует, вы выслушайте, что я говорю Если же вы заинтересованы в том, чтобы продолжать грешить, надеясь на изобилие благодати Тогда вы вне себя от того, что я говорю и утверждаете Вы хотите сказать, что я могу грешить и не понесу за это ответственности? Позвольте мне сказать вам, как это глупо принять решение грешить Использовав сказанное здесь как основание Если вы грешите, неизбежно наступают последствия Тот, кто пришел украсть, убить и погубить Когда вы грешите, вы открываете ему дверь, чтобы он вошел в вашу жизнь Как глупо с вашей стороны делать то, что открывает дверь для дьявола Который приходит украсть, убить и погубить Это первое Второе Вы сами испортите себе жизнь В вашем уме начнется борьба Я верю в Бога или нет? Он все еще любит меня или нет? Не знаю Я чувствую осуждение Я чувствую вину Вы сами создали эту борьбу внутри себя Потому что такова цель греха Он приходит, чтобы осудить вас и вызывать в вас вину и стыд Вы погружены в вину и стыд А ведь могли бы наслаждаться присутствием Божьим Вместо этого имейте дело со стыдом и виной А причина в том, что вы приняли решение Пойду и буду грешить Ваше решение не погубит вашу праведность, но погубит вашу жизнь Она превратится в сплошной хаос И вы попадете на небеса прямо из ада Здесь, на земле, вы создали свой собственный ад Ваша жизнь должна быть жизнью с избытком Она должна быть наполнена радостью Счастливые дни Хорошие дни Счастливые дни Такой должна быть ваша жизнь Но грех также обижает других людей Вы говорите Вы должны простить меня Да, я простил вас Но теперь больше не хочу иметь с вами никаких дел Но это не настоящее прощение Что ж, слава Богу за кровь Христа Вы имеете дело с раненым человеком Вы имеете дело с раненым человеком Вы поймите Грех имеет последствия Ему было нанесено поражение в духовной сфере Но он по-прежнему имеет последствия Не бывает так, чтобы вы согрешили И все осталось без последствий Бог любит меня И прощает Поэтому пойду и ограблю дом Вы сядете в тюрьму Грех влечет за собой физические последствия Иегова вас простил Но полиция вас арестует Потому что вы нарушили закон Их закон составлен не так, как Божий закон Но суть вот в чем Забудьте о грехе Я больше не хочу грешить Посмотрите, что Христос сделал для меня Посмотрите, что Он для меня сделал Вау Я больше не хочу грешить Я не хочу открывать двери для врага Я не хочу отягощать свою совесть грехом Моя совесть должна быть голосом моего духа Однако, если я продолжаю грешить То не могу полагаться на этот голос Потому что моя совесть Загрязнена мыслями такого рода Раз Бог так сильно возлюбил меня Почему бы не воспользоваться этим и не согрешить? И знаете в чем истина? Вы можете грешить Вы глупы, если сделаете так Но сделать можете Кто-то говорит Хвала Господу Мы под кровью Иисуса Мы по благодатью Божией И в церковь теперь ходить не надо Если вы не ходите в церковь Бог не имеет ничего против вас Но с духовной точки зрения вы поступаете глупо Бог не имеет ничего против вас Но вы понятия не будете иметь Как успешно противостоять дьяволу Потому что вы Нельзя так делать Вы видите, как люди неверные Столковывают благодать И творят неизвестно что Они плохо поступают с людьми И так далее Но вот в чем суть Когда вы видите Что Иисус сделал для вас Вы больше уже не хотите Делать то, что делали раньше ПОСУТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕВАЙТЕ